В кинематографе есть множество правил построения кадров и кадрирования на уровне глаз или расположения объектов по линиям третей, это не одно из них. Но сегодня я не хочу рассказывать тебе про все эти правила, я думаю об этом выйдет отдельный видос. Сегодня я хочу с тобой быстренько заделиться одним плагином, который я недавно нашел в интернете и безумно этому рад, и хочу его подарить тебе, потому что твой монтаж после этого станет гораздо удобнее и веселее. Итак, быстрое видео про Final Cut, в котором я тебе подгоню плагин, который называется Grid Tool. Естественно, плагин только для подписчиков этого канала, поэтому ты сперва подпишись, поставь лайк и только после этого ты можешь скачать плагин по ссылке, которую я оставлю тебе в описании. Итак, ныряем в Final Cut, плагин у тебя будет располагаться, скорее всего, в папке Custom или в какой-либо другой, во вкладке Titles, вот здесь эта вкладка находится. Итак, плагин называется Grid Tools, для того, чтобы его использовать, просто берем и скидываем, нажимаем букву Q, скидываем его на тайм-линию, поверх нашего кадра и что мы видим. Итак, первое, что ты увидишь, когда скинешь плагин на свой кадр, это вот эта вот линия. Но конкретно вот эта улитка нас не интересует, я ей особо не пользуюсь. Если ты заморачиваешься по композициям своего кадра настолько мощно, чтобы использовать эту улитку, то, пожалуйста, пользуйся. Дальше мы переходим в настройки, вот сюда нажимаем букву T, и здесь мы видим, что, ну, во-первых, можно использовать белый либо черный цвет, можно его перевернуть вправо-влево, также по вертикали можно его отзеркалить. Нам интересно не это, нам интересна вот эта вот штука, Rule of Cert. Это как раз-таки те линии, которые тебе нужно использовать при правильном кадрировании своего кадра. Короче, это безумно удобная вещь, я ее теперь все время использую, чтобы правильно расположить объект, тем более, если у меня кадр снят в 4К, я просто накидываю вот этот слой, потом перехожу в вот это меню, во вкладке Scale я могу себе грамотно подстроить, кадрировать кадр, то есть это очень удобно. Нажимаем потом вот сюда, Transform, и здесь подстраиваем кадр, как нам нужно. Можем расположить вот этого мужика из Солнца на левой нижней трети, да, можем расположить по центру. Таким образом мы видим, где он у нас располагается, а также очень удобно, то мы можем по линии определить, не завален ли у нас горизонт. В данном случае, по-моему, он немного завален, хотя я могу ошибаться. Помимо этих белых линий, здесь также можно определить, это D-центр, мертвый центр, это почему-то называется, не знаю почему так. Например, если мы хотим нашего мужика, который идет по вот этой воде, поставить точно в центр, я также нажимаю на кадр, который хочу кадрировать, и у меня открыта вкладка Transform, и я начинаю двигать его, таким образом распределяя его непосредственно в центре. Как только я вымерил центр, да, или распределил объект по правилам третей, я просто нажимаю обратно на этот слой Grid Tools, и можно нажать его клавишей V для того, чтобы отключить его. Не обязательно его каждый раз удалять, можно просто затемнить. Вот тебе несколько примеров, как правильно расположить твой объект в кадре, и немного информации про основу композиции и правила третей. Пересечение линий сетки образуют вот эти четыре точки. При компоновке кадра расположи в них самые интересные, на твой взгляд, объекты, на которых должно быть сконцентрировано внимание. Данные линии пригодятся при съемке пейзажей. Правило третей очень полезно, когда речь идет об использовании строгих горизонталей или вертикалей. Размещение прямых линий в центре кадра делит изображение на две равные половины, придавая ему ощущение статичности и разрозненности. Поместите линию так, чтобы самая важная часть сцены занимала основную часть изображения. Например, в моем случае важен этот человек, который двигается по озеру, и я поместил его на правую линию, которая расположена по горизонтали. В фотографии, а также в видеографии есть одна аксиома, которая гласит, что кадр получится более сбалансированный и произведет более глубокое впечатление на зрителя, если интересующие объекты будут расположены в точках пересечения или на линиях сетки. Какие-то там были исследования, которые показали, что человеческий глаз непроизвольно выбирает одну из точек, а не центр изображения. То есть, фактически, правило третей – это одна из особенностей нашего зрения, поставленная на службу фотографии. Некоторые операторы, как бы в силу своего опыта, уже интуитивно чувствуют правило третей, и другим требуется время и тренировки, чтобы превратить этот навык в рефлекс. Я не знаю, как для тебя, но когда я нашел его в интернете, для меня это было просто открытие. В Final Cutе раньше я использовал вот такую штуку. Она есть во вкладке View, называется Show Horizon – показать горизонт. Как бы по нему тоже можно отстраивать. Здесь есть вот такие линии пересечения, можно как бы пользоваться ими. Но гораздо удобнее, когда у тебя показать горизонт и включить еще и дополнительную сетку, и использовать их, чтобы правильно кадрировать свой кадр. И еще один важный момент, который я хочу тебе сказать. Запомни, что нарушая это правило, можно также получить невероятные отличные кадры. Поэтому как только ты научишься с ним работать, начинай экспериментировать. И самое важное, что я хотел тебе сказать. Не смей скачивать плагин, не подписавшись на канал и не поставив лайк этому видео. Короче, если ты используешь это правило и правильно располагаешь объекты, твой кадр выглядит эстетически правильно и действительно профессионально и красиво. От этого очень много зависит. Удачных тебе кадров, быстрого монтажа. На этом все. Пока!